Пульмонологическое отделение Кировской городской больницы номер 2 теперь работает в капитально отремонтированном помещении. Пополнилось отделение и современным новым оборудованием для людей заболеванием органов дыхания. О работе пульмонологической службы в материале Виргина Матевосян. До масштабного капитального ремонта пульмонологическое отделение горбольницы номер 2 могло гордиться лишь своими достижениями. Теперь появился еще один повод для гордости – комфортные условия пребывания. В 2004 году отделение переехало в бывшее здание заводского профилактория. Спустя 9 лет здесь сделали капитальный ремонт. Появилась в отделении палата повышенной комфортности. Теперь людям с болезнью органов дыхания в таких условиях легче дышится. Дышим с толку, дыхаем носом. 5 минут. Анатолий Сербин в этом отделении частый гость. Сложные условия труда и главный враг легких – курение – приводит его в пульмонологическое отделение по несколько раз в год. За 50-летний стаж курильщика он бросал вредную привычку не раз и только благодаря врачам справился с ней. Конечно, нелегко было отказаться, но, видимо, здесь, сказал другое, здесь моя болезнь, болезнь самая тяжелая. Ну, видимо, я задумался о том, что надо еще маленько пожить. Значит, надо бросить курить. Ежедневно Анатолий Сербин проходит небулайзерную терапию. Имеются в отделении и другие специализированные процедуры. Масштабное переоснащение позволяет лечить пациентов самыми разными формами заболеваний органов дыхания. Проводится оксигенотерапия. То есть, вот существует кислородная подводка во все палаты и с помощью двух концентраторов кислорода. Также у нас для тяжелых пациентов проводится неинвазивная вентиляция легких. Палаты отделения редко пустуют. К сожалению, все больше кировчан страдают заболеваниями органов дыхания. Это и пневмония, бронхиальная астма, хронический бронхит. Провоцирует их несколько факторов. Наследственность, вредные условия труда и вредные привычки. С последними, в частности с курением, здесь научились уверенно бороться. Недавно в больнице открылся кабинет по отказу от курения. При первом посещении мы узнаем у человека, пустим тестирование, насколько он вообще готов бросить курить. И если степень мотивации достаточно высока, мы рекомендуем медицинские препараты, которые помогут и облегчат симптомы отмены. И человек, я думаю, что придет к поставленной цели. Записаться в кабинет может каждый желающий. Кроме того, что здесь отучают от вредной привычки, пройти лечение могут и люди с легочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вергина Мативосян, Максим Козлов, Вести, Киров.